шалом дорогие друзья мы продолжаем наш рассказ или нашу историю или наше исследование теку нулам исправление мира я построил эти лекции на не на одном месте писания одно очень явно выражает это деяние 321 но все писание особенно тонах и новый завет разумеется тоже только там больше воскресенье что является частью исправления мира но весь тонах он пропитан просто идея исправления мира и и очень коротко как говорят повторение мать учения три шага вниз из совершенного состояния путем человеческих решений человечество деградировало и многие любят делать бес попутал или там дьявол вмешался на самом деле человек подложил дрова развел огонь а все вот эти вот отрицательные анти герой они в основном занимаются подливом горючих веществ то есть но основные решения это все от нас зависит мы делали я последовательно рассказывал о деградации человека и вот уже несколько уроков я начал говорить о восстановлении мы помним что первый путь деградации это разрушение гармонии с творцом 2 во время потопа разрушение гармонии с творением и 3 вавилон разрушение гармонии в среде человечества и вот господь исправляет каким образом исправляет избирает авраама соответственно он рождает ицхака тот иакова еще 12 и вот семья достаточно большая семья в ней как бы материализуется или добивается к проявлению исправления в человечестве то есть там было разрушение гармонии в человечестве а здесь исправление в том разрушении гармонии человечества были все-таки яркие положительные образы тоже так и здесь в восстановлении гармонии в человечестве есть яркие отрицательные образы там и здесь простреливают какие-то неприятные вещи, мы все несовершенные, и нам это важно понимать. И вот сегодня мы начнем разбор, второй шаг исправления, компенсирующий деградацию гармонии в творении, творения. И вот Моше, образ народа Израилева, но мы через минуту к этому, или через пару минут к этому подойдем, я хочу просто какие-то вещи еще подчеркнуть, чтобы вы поняли. Смотрите, Авраам. Многие знают про Авраама, вот Авраам родил Ицхака, и вот Ицхак родил того, и вот как бы на этих персонах все сосредоточено. Если бы мы 4000 лет назад вернулись, то мы бы картину с Ицхаком заметили крайне касательно, это картину с Ицхаком священное писание развило и показало. А там, если бы мы были, мы увидели Авраам, такой местечковый шейх, наверное, достаточно успешный шейх, который движим своими идеями, имеется в виду вера в Бога. И Писание говорит, что в его этом движении за ним последовала целая масса людей, до того, как у него родились свои собственные дети, Ишмаэль и Ицхак. То есть мы помним, что когда захватили его племянника Лота, там во время местного конфликта какие-то местечковые цари, написано, что Авраам взял 318 человек со своих хамулы, ну, как я повторяю, шейх, такая как бы деревня была вместе. 318 людей в возрасте от 20 до 50, если учитывать, что они были женаты, дети были, мы там легко подойдем к тысяче человекам. То есть все окружающие видели суть Авраама, успешный шейх, которому помогает его личный Бог, который сделал его богатым, влиятельным, таким энергичным представителем своего, ну, божества, они бы называли бы, но Ицхака видели там в этой картине очень мало, но по сути, все вот это вот вокруг Авраама, Писание почти не подчеркивает, а все сосредоточено на Ицхаке, то есть миссией Авраама в этом мире было родить Ицхака. Если мы сейчас поговорим за Ицхака, то его миссией было родить Якова, хоть там вокруг тоже были всякие. У того было 12 патриархов. Когда мы говорим про Муше, и все знают историю Муше, мы скоро будем ее разбирать, царедворец, который вырос при дворе фараона, постиг премудрость египетскую, наверное, был каким-нибудь там министром, управленцем, мы не знаем точно. И потом конфликт, конфликт интересов, он убегает в Мадиам, становится пастухом, может быть, старшим пастухом, богатого человека, Мадиамского священника. И внешне могли бы видеть только это, но в отличие от Авраама, у которого все в цимис таком совершенном было в рождении Ицхака, у Моисея в этом цимис была совершенно другая. Он является инструментом Господа Бога в выведении или вывести народ Израиля из Египта и раскрытию Торы. Потом мы поговорим об этом больше. Подобное Иешуа, ну вот как бы его внешняя жизнь, наверное, была совершенно непримечательной, наверное, поэтому писания много про это не говорят, а может из тех же интересов, что и не показывают внешнюю жизнь Авраама, ну, плотник, ну, то есть сын плотника, плотник, наверное, работал, строил, делал чего-то, а потом вдруг раз, и настоящее призвание искупления мира, воскреснуть из мертвых, понести на себе грех всего человечества, быть оправданным по своим собственным делам и заслугам, являя воскресение, силу воскресения всем, оправдание всем. Короче говоря, почему говорю вам эти слова? Мы можем быть кем угодно и в нашей, как бы, внешней жизни, ну, имеется в виду не отрицательным, разумеется, но мы можем быть и инженером, и плотником, можем быть и монтажником, и ремонтником, можем быть учителем, мы можем быть учеником, но каждый должен своего Ицхака рождать, являть в мир. Для Авраама это был Ицхак, для Муше исход из Египта, а для Иешуа исцеление и воскресение из мертвых. Но каждый из нас, по мере того, что ему да, де, но, должен являть в этот мир нечто важное. Ну, вот в этом посыл, посыл священных писаний. И я хочу сказать сейчас несколько слов про Тору, хоть я уже говорил, это я как бы подготавливаю такие блоки, чтобы потом войти, исследовать писание, и вы уже понимаете, о чем я говорю, просто накладываете эти вещи на то, что я буду говорить. Тора. Я говорил, что Тора для всего творения, это подобно крови для тела человека. Ну и такой пример, это не мой пример, это пример, который в еврейской традиции, в еврейском понимании священных писаний многие используют. То есть Тора, это, разумеется, масса законов, но не только они, масса уставов, масса поучительных историй, масса исторических событий, масса моральных законов, но там внутри сокрыта еще масса непонятных нам уставов, законов, которые просто человеческий мозг не может проникнуть туда. По всей видимости, и ангельский не может проникнуть туда, потому что одно место в Иова говорит, что звезды и ангелы там просто вскрикивали, когда Господь творил. То есть есть какие-то сокрытые вещи, и Тора, это вот эта незримая, записанная Богом конституция, она поддерживает все творение в определенном балансе. Я уже рассказывал о таком принципе мира за меру. То есть так Тора устроила этот мир, что делая добро, тебе вернется добро, делая зло, вернется зло. И вот эти вот балансы срабатывают. Если мы живем неправедно и получаем по голове, то это не то, что Господь Бог нас палкой наказывает, просто мы в этой системе живем. И слава Творцу, что если мы умоляем Его о помиловании, Он разрешает своему милосердию как бы ворваться в эту балансирующую систему, чтобы помочь нам. Но это тоже не без какой-то компенсации. Компенсация всегда падает на того, кто был распят за нас. Именно поэтому написано, что Он понес, Он заплатил. Именно поэтому, когда человек верующий начинает безостановочно грешить, то уже не остается ему жертвой за грех, потому что компенсация не срабатывает. Он поругался той жертве, которая была. Еще один момент, который я хочу подчеркнуть. И вот недавно мне задавали этот вопрос и в комментах, и там. Меня спрашивали, как вы относитесь к первородному греху? И мы знаем, что христианская доктрина чаще всего говорит, что каждый человек рождается с первородным грехом, и мы нуждаемся, чтобы тот безгрешный умер за нас. То есть все. На самом деле это одно из воззрений. И оно имеет свое место быть. Я не совсем так понимаю, хотя в некоторых местах понимаю так тоже. Но опять-таки я небольшой систематизатор священных писаний. Мне важно показать. Я хочу сказать, что очень много в понятии первородного греха пришло из одной цитаты, может быть, какой-то натянутой еще другой цитаты. Типа, Давид сказал, «Во грехах моих родила меня мать». И вот из этого как бы вышла история, что каждый младенец рождается с грехом, в котором его рождает мать, или с которым его рождает мать. Я думаю, что мне больше нравится еврейский подход к этой теме. Я думаю, что каждое дитя рождается безгрешным. И та история про Давида, она имеет совершенно разные, очень интересные описания, медрашистские. Понятно, мы проверить ничего не можем. Можем с долей скептицизма посмотреть на них. Но не в этом дело. Дело в том, что, думаю, по Писанию каждый рождается безгрешным. Понятно, мы как дети несем на себе плод каких-то грехов наших родителей. Поэтому многие рождаются с какими-то врожденными проблемами. Это не просто так случается. Но большинство, то есть люди рождаются безгрешными, но попадают в мир уже испорчены. Потому что балансы, несмотря на то, что Тора балансирует, все равно вот тогда, когда Адам избрал путь отступничества от Господа Бога, было высвобождено зло в этом мире. И поэтому человек, влияемый этим злом, начинает потихоньку портиться. Мы знаем по Писанию, что многие были праведны по закону Моше. Про это читаем в Луке, во второй главе, если я не ошибаюсь, или в первой. Там, допустим, Захария и Ильишева, Елизавета, мама Иоанна Крестителя. То есть там писано, они были праведны. То есть праведны, если Писание говорит, праведны, праведны, тут не подвози под это никакую базу. И были кроме них еще другие праведные люди. Но вместе с этим мы понимаем, что в мире есть много чего неправедного. И вот этот первородный грех, я как бы эту стенку не хочу сильно раздавать, просто думаю, я не думаю, что она есть. Я думаю, что внешнее, внешнее все-таки таких, как Ильишева и Захария, минимум. Остальные поддались. Но кто вообще никак не поддался, это Писание свидетельствует про Ишуа. Написано, пришел воплоти, прошел все, Писание использует жесткие языки, смирил себя до смертной казни. И ни в чем не было греха. И поэтому грех не мог его удержать. То есть, поэтому он стал для нас образом и примером. Не в божественной святости, а как человек послушный Святому Духу. То есть, если бы Ишуа был таким, как бы, ангельско-сатканым, и грех просто отварь, приближаясь, так к нему бац, падал и помирал, то, как говорит послание евреям, он для нас стал примером к подражанию. А если от него грех отваливается, какой же он для нас пример? К нам-то грех липнет. То есть, мы смотрим на Ишуа, утверждаемся его праведностью, и упрашиваем Бога, чтобы то, что работало в нем, работало бы и в нас. Но это вот такое вот маленькое отступление про первородный грех. Почему? Потому что потом, мы когда будем читать, мы какие-то вещи понимали больше. Я хочу прочитать одно место из Писания, из послания к евреям. Это место явлений, которые произошли тогда, и они записаны в 12-й главе послания к евреям с 18-го по 24-й стих. И тот, кто написал это послание, кстати, некоторые говорят, Павел, другие сейчас склоняются, совершенно не Павел, не так важно. Тут есть такие слова. Читаю. Вы приступили, не горясь, а займой пылающим огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним не было больше продолжаемо слово, ибо не могли стерпеть всего этого, что запоминали ведомо было, если и зверь прикоснется к горе, то побит будет или поражен стрелой. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал, я в страхе и трепете. И дальше, то есть он говорит, что там было во времена дарования Торы что-то настолько знаменательное, что там все тряслось, гудела, яжда переворачивалась. Они там все были в шоке, просто в шоке. Моше, который до этого уже имел опыт прямого общения с Господом, сам сказал, вообще невероятно. На эту тему есть масса мидрашей, как люди падали замертво от страха, я не знаю, правильные ли эти мидраши или нет, но суть, и вот послание к евреям, говоришь, там было нечто невообразимое человеческому разуму. Но потом он говорит, друто кисло, но вы, то есть он говорит к верующим в Ешуа, приступили не к горе и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму, к мам-ангелам, к торжествующему собору и церкви первенцев, к судье всех, к Богу, к духам праведников. То есть, здесь автор как бы говорит, что, а вы-то подошли к чему-то еще более грандиозному. И вот здесь я хочу сказать, ну, наверное, наверное, во времена Ешуа, наверное, они там видели что-то, может быть, более грандиозное. Или здесь, когда говорится про более грандиозное, это в сравнении с тем, что Моше принес, Ешуа принес большее раскрытие божественной полноты в этот мир. Потому что, ну, по крайней мере, в истории церкви, вот таких знаменательных, колебающих землю и небо событий не происходило. Или, по крайней мере, они не были записаны, мы не знаем. И уж точно сегодня в общинах мессианских, христианских церквях, неважно, какой динаминации, короче, посреди учеников Ешуа навряд ли мы видим вот такие могучие проявления того, что было там, когда 600 тысяч израильтян вышло из Египта писание не обманывает нас. Еще один момент хочу я вам рассказать, и вот потом уже будем учить. Знаете, вместо, ну, или, точнее, эти четыре последующие книги Торы, или книги Моисеева, Исход, и Левит, и Числа, и Второзаконие, они рассказывают историю Исхода, получения Торы, и строительства Скинии, ну, и там вокруг этого были все события, но вот как бы Тора и Скиния, они как бы там центр, и Скиния на иврите, это Оэль Моэда, есть другое слово, Мишкан, и, вы знаете, есть такое понимание в еврейской среде, что слово Скиния собрания, или Мишкан, то есть место, где Шохен присутствует, Дух Божий, или Слава Господня, оно состоит из четырех направлений, сейчас поймете, почему я говорю, и Мишкан, это Мэм, Шин, Кав, Венун, и если мы по буквам как бы разбиваем это, и я там в каких-то своих ранних учениях говорил на эту тему, клацните по интернету и зайдите в слово Мишкан, и мое имя поставьте, я думаю, вы найдете в интернете это, так вот, Мишкан, это Мэм, символизирует Мэлэх, или Царь, Шин, это Шофет, или Судья, даже есть такая недельная глава Судей и полицейских поста в себе, чтобы наблюдали за порядком, Кав, это Коген, или Священник, и Нун, это Неви, Пророк, то есть, как бы, если в мире существует сбалансированное присутствие влияние авторитет права обязанность царя судьи пророка и священника то в мир высвобождается сбалансированное откровение от Бога каждый по-своему его представляет и мир благоденствует и процветает то есть, вокруг все благоденствует и процветает помните исправление второго шага там была нарушена гармония в творении а здесь, когда все сбалансировано как будто все приходит в какой-то божественный порядок и благословение от Господа проистекает исцеляя вокруг даже землю потому что присутствует и покаяние и обличение и строгость и благость и милость и все прочее прочее короче говоря Моше Моше и дарование Торы это вот как бы вот с этим связано явить миру разные откровения что интересно земные цари земные священники земные судьи земные пророки влияют черпая черпая откровения от небесного мэлех царь мы знаем что еще в один день придет как царь он уже раскрывался в этом мире как пророк и как судья и как священник но все это раскроется в мире грядущем когда он придет как царь царей кстати пользуясь случаем хак-самех мы приближаемся хак-зихрона-труа к празднику труб и именно он предупредит когда труба с небес или шафар с небес затрубит именно она предупредит что вот возвращается царь и священник и судья и пророк чтобы установить баланс на земле окей сейчас мы наверное зайдем в писание и будем и будем читать текст повторюсь Моше Моше его задача это чтобы произошло раскрытие действия Торы Божьей через инструмент Божий уже состоящий не из 70 человек а из 600 тысяч может быть 3 миллионов может быть большего количества людей которые вовлечены в эту Тору наполнены уже пониманиями когда они действуют в этом мире раскрывается сила Бога свет Божий уже этот народ инструмент Божий который был раньше маленьким семья Авраама инструмент Божий с небольшими теми заповедями которые были а тут они огромное количество людей исполняющее повеление Господне с верой и с пониманием понятно не все 100% но со старанием этого и это влияет не только там страхом или ужасом или ободрением каким-то группам и племенам вокруг это высвобождает в космос силы именно поэтому новый завет повторяет ту же самую кто меня любит заповеди мои соблюдет будь моим соработником мы будем распространять благоухание Машеха я лично в это искренне верю что наша брань это не то что там кого-то бить или там даже связывать демонов жить праведно вот наша брань если мы можем преуспеть в этом по заповеди Божьей то мы действительно его ученики соработники и последователи и от нас исходит вот это вот что закладывает основания грядущих изменений и когда труба зовет шофар на небесах то все это включится очень быстро а опять когда мы приходим к книге исходы следующим книгам мы видим какие-то простые действия но эти простые действия подобно вашей жизни по моей каждого из нас с ошибками с исправлениями и со стремлением к праведности они влияют на самых разных на самые разные концепты жмут какие-то непонятные точки в мире про которые мы умом не понимаем но оно срабатывает и работает именно поэтому нам даны много таких общественных заповедей молиться за правительство призываю вас молиться за правительство в Израиле и за ситуацию у нас сейчас корона как бы раскручивается может быть это очередные маневры или манипуляции мы не знаем молиться чтобы влиял на них Господь через наши простые слова ладно давайте пойдем в исход исход и я начинаю с самого начала я постараюсь динамичнее делать не знаю сколько у меня это получится чтобы мы могли как можно меньше уроков продолжить по следующим двум исправительным шагам исправление гармонии в творении и исправление гармонии в общении с Творцом и так исход первая глава вот имена сыновей израилевых и пятый стих говорит число пришедших происшедших от Чре Силляк было 70 а Иосиф уже был в Египте то есть 70 я объяснял почему это 70 и это было как каждый из них нес на себе ходатайство представлял народы чтобы не только он Израиль был божьим инструментом а чтобы в нем происходило что-то положительное для тех даже когда он представитель этого колена был в Египте под атакой Египта который внешне символизирует мир 8 стих говорит и восстал в Египте новый царь который не знал Иосифа невозможно не знать ближайшую историю невозможно можно ее просто проигнорировать и тот царь проигнорировал и сказал окей Иосиф и умер там может был после него кто-то может быть там был там очередной переворот и какая-то группировка пришла к власти это мы видим сегодня повсеместно и тут он решил присануть тех которые по всей видимости при Иосифе поднялись и были в значительно неплохом положении и хоть 12 стих первой главы говорит больше изнуряли народ тем более он тем больше он умножал изнуряли народ все-таки когда мы читаем стоны и плачи евреев исшедших из Египта то они плакали о том комфорте который был в Египте то есть ну наверняка там были дополнительные налоги и еще что-то а может быть при Иосифе вообще никаких налогов на Израиля не было а потом стали вводить все-таки учитывая что Иосиф практически все население Египта кроме своих сделал рабами фараону евреи там были определенной такой движущей и прервигированной массой несмотря на все давления когда мы читаем и услышим то есть этот ропот или плач евреев поднялся то это наверное больше Библия показывает духовный концепт что там в Египте израильтяне евреи просто ассимилировались и теряли способность явить вот этого Ицхака помните только что сказал Авраам был успешным клановым лидером но его успех был в том что он там они как бы теряли способность явить в мир Ицхака и жестоко обращались и все такое и потом царь египетский берет и дает повивальным бабкам чтобы они там убивали мальчиков а не отказываются 21 стих и так как повивальные бабки боялись бога то он устроил устроял дома их здесь интересно они по сути врали фараонам лож является ли чем-то оправданным ну наверное ради спасения жизни да и мы знаем ситуации когда прятали евреи во время второй мировой войны или христиан и помогали им и лгали ради этого это не значит что нам нужно на вооружение брать ложь но мы я говорю эти вещи для того чтобы мы немножко посмотрели на жизнь библейским языком а часто библейским языком называют лаван шахор белое черное нет в библейском языке есть много серых оттенков и иногда мы подходим к некоторым местам не абсолютно и я думаю что господь бог понимает это потому что здесь в этом стихе мы читаем что бог благословил этих повивальных бабок читаем дальше там закручивались условия и некто из племени левия родил ребенка ребенок получился супер дупер и его хотели сохранить и поэтому хранили сколько-то месяцев потом преследование или кгб в действии заставили избавиться иначе бы их наверное казнили но здесь господь все устраивает так что ребенка кладут в такой небольшой ковчег пускают по водам нила и как раз там пускают где надо там где купается дочка фараона или да это и дочь фараона и возможно она была бесплодна мы не знаем всех этих нюансов но достают ребенка достают из воды и 10 стих дают ему имя Моше потому что Машхот умиамайм лимшох это вытаскивать из воды это одно из переводов или толкований имени Моше и 11 стих говорит что Моше там рос в покоях фараона то есть получил шикарнейшее образование по тем временам и по всей видимости занимал какую-то позицию но увидел как бьют еврея вмешался но стих 13 говорит и услышал фараона о том что Моисей убил и хотел убить Моше то есть не просто фараон на него разозлился а вот еврей как в мультиках тут проявил свое нет я думаю что там кем он был вообще не имело значения но он пошел против законов той страны убийство и в те времена наказывалось очень тяжело и понятно что у Моше были свои внутренние личные амбиции а вот закон он беспристрастен и именно поэтому как бы не поднимайте меч от меча можно и умереть нам нужно стремиться к добру и как-то защищаться хоть это не отвергает всей темы пацифизма и не пацифизма политичности и аполитичности я допустим не верю что верующий человек должен быть аполитичен мы граждане своих стран и нам нужно проявлять здравый не закрученный не фанатичный интерес к тому что происходит и по мере влияния нашего голоса на происходящее мы должны влиять по крайней мере в такую систему мы призваны и некоторые говорят что бог он не демократ он монарх ну я не знаю кто есть господь бог но он от него происходят системы и устройства в политических в том числе систем мира где на каждый период времени есть своя политическая система и сегодня если он дает нам такую систему где мы как-то можем влиять стремясь к тому чтобы добро процветало к тому чтобы распутство подавлялось к тому чтобы каждый мог быть в границах своих и чтобы свобода веры поднималась для меня вот эти четыре границы являются когда я вижу какого-то политика я должен проголосовать на четыре эти меня определяют в какую сторону я лично отдаю свой голос но вы делайте как вы хотите это ваше ваше желание короче говоря Моше убегает оттуда попадает в Мадиам что это соседняя страна была недалеко от Митсраем от Египта и там он попадает в семью Итро Итро это Иофор с Иврита его зовут Итро и там он начинает пости женился на дочке ее зовут Сипфора на еврейце Циппора Циппора это птица у него рождается двое детей он где-то отходит от всех традиций возможно его революционные идеи по изменению Египта может поэтому он защитил еврея не сработали значит не бог со мной иногда мы так тоже квалифицируем а может быть мы еще не доросли до этого уровня или еще не пришли в норму помните Якову взяла дополнительный 21 год чтобы прийти в позицию что Ицхак сказал окей сейчас ты готов так и здесь Моше уходит к Кеофору пасет овец и однажды видит непонятку поднимается там на горе Хорев явился ему ангел господин это третья глава и призвал его и 8 стих я иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую ну вот как бы мы видим как подходят к концу те определенные еще Аврааму 400 лет рабства для сынов Израилева я говорил что технически евреи в Египте были 240 лет примерно откуда еще 160 а примерно за 160 лет до того как они вошли в Египет Бог сказал свои слова Аврааму и вот с тех пор Авраам уже переживал рабство и войти в землю текущую молоком и медом в землю Хананеев Хитеев Амареев Ализеев Евеев Еусеев можно добавить Гергешим это были еще один седьмой народ потому что они были призваны евреи изгнать эти народы потому что Ханан родивший эти народы был под Ноевым проклятием и вот к этому моменту их грехи их чаша гнева уже пред Богом наполнилась и Господь сказал Моше окей время Израилю выйти из Египта хватит там побыли а тем уже хватит быть на той земле то есть один выжимает другой и это опять-таки я возвращаюсь к этому же принципу мера за меру баланс Тора она приносит в мир баланс и те кто делали зло вот это зло сейчас они пожинают хоть может быть прошло уже 500-700 кто его знает сколько лет с момента когда Ноах проклял Канаана за то что он захватил наследие Шема Сима 14 стих 3 главы сказал Бог Моше я езм сущий это знаменитая Юдгей вавгей не тетрадграмматон который вообще непонятно как его говорить и Бог ему говорит меня Авраам знал с именем Эл Шадай но вот как Бог завета чего-то знаменательного большого творящий новое абсолютно новое там я им не открывался потому что не было в этом нужды здесь я сделаю еще один маленький остановку и хочу сказать одну вещь мы знаем что священные писания они полны разных пророчеств и там есть пророческие книги более длинные менее длинные многие люди названы пророком в том числе Авраам назван пророком помните такие слова Моше назван пророком Ешуа назван пророком но если мы сравним объемы пророческих высказываний которые сказал Авраам или Моше или Ешуа скажем по сравнению с Иезекилем или Исаи или Иеремией то это всего лишь несколько фраз как же они пророки а те кто написал целые книги кто они тогда на самом деле здесь тема немножко по другому раскручивается и те кто написал массу книг или огромные страницы типа Исаи и Иеремии и Иезекиля они больше они пророки но они больше прозорливцы видящие будущее направляющие куда-то а почему Авраам Моше и Иешуа являются особенными пророками потому что слово пророк с иврита нави и оно происходит от слова лехави или направлять каждый из них определял эпоху и вот первая эпоха которую сделал Авраам это была эпоха когда он поднял взор к творцу и он пережил веру и он открыл эпоху по-новому не во тьме Вавилона а с верой в истинного творца вы знаете есть в мистическом иудаизме такие выражения что каждый из патриархов Авраам Ицхак и Яков соответствует некоим характеристикам которые есть в творце допустим Авраам он и его жизнь его подход к жизни характеризуется словом хесед или милосердие Авраам был милосердный а про Ицхака говорят что он был великий гвура то есть какая-то сила особенная Божья там на жертвеннике пережил а Ицхак А Яков он как бы представитель Тиферет славы Божьей что интересно чтобы строить семью чтобы строить семью в правильном балансе вот нужны эти вот милосердия и величие истинное величие не то что там по столу может учать сильно а величие твоего характера и какая-то слава и тогда семья собирается вместе чтобы делать народ единым нужны какие-то другие вещи которые характеризуют Господа Бога в данном стихе Я езм сущий Юд Гей Вав Гей то есть практически то с чего начинается книга Бытия когда Юд Гей Вав Гей творит все и вот здесь мы видим что именно с этим моментом когда Бог призывает Моше для его задач он ему открывается с этим именем сущий Юд Гей Вав Гей чтобы показать вот новая эпоха раскрывается сейчас опять уже не просто семья Анти Вавилон народище Анти Вавилон у которого будут значительные духовные ресурсы по сути как бы в темном мире Авраам прорубает маленькое окошко а через Моше прорубает или расширяется это окно чтобы Божий свет проистекал на народы которые находятся во тьме продолжаем дальше 4 глава Моше как всякий нормальный человек не сразу хватается за призвание которое говорит ему Господь но начинает сомнений и он говорит я не могу я плохо говорю и кто я такой я столько далеко там есть более высокопоставленные люди хотя по всей видимости колено из которого вышел Моше это было колено достаточно лидирующие посреди сынов израилевых в Египте хоть до этого первенство во всем было у Иуды мы здесь видим что Арон Мирьям Моше они все из колена Левия они каким-то образом взяли вот эту силу возможно возможно вполне возможно что когда там они уже раскручивались на новой земле Левий себя зарекомендовал более успешным более мудрым и вот все в народе сосредотачивается вокруг Левия и Моше говорит я не могу Моше а Господь ему говорит возьми Жезл кинь его посмотришь змею превратилась превратился Жезл Моше и интересно змея это Нахаш на иврите и тут написано Нахаш позднее когда Моше и Арон будут стоять перед фараоном и его волхвами Арон бросает уже свой Жезл тот в змею не превращается но превращается в Танина если вы забыли кто такой Танин вернитесь к моему второму уроку я там говорю сотворил Танина окей идем дальше в 4 главе в 20 стихе Моше берет свою жену своих двоих детей отправляется в дорогу и с 24 стиха случается какая-то странная история вроде они идут на Господне поручение и Господь встречает их и хочет умерствить двух сыновей потому что они не обрезаны ну возможно это дает Моше покаяться и он уже четко понимает что он хотел наш новый в Египте мир построить подобно как когда-то Йосеф хотел наш новый там же построить но все сводится к нашему старому к тому что было договорено с Авраамом обрезай сына твоего ну Цепора жена Моше очень мудрая и она заступает детей обрезает их и все получается тип-топ нам или точнее женам всем большой пример и писание притчи говорят очень четко мудрая жена созидает дом неразумное разрушает если ты неразумная жена проси у Бога мудрости Яков на эту тему тоже говорил потому что только в твоих руках есть сила как созидать и защитить дом изнутри вот Сепфора очень хороший пример этому но я думаю всех тех кто слушает эти передачи в состоянии Сепфоры добрые умные это но если кто-то попал не так то молитесь потому что Бог исправляет и не говорите что мой муж он такой и сякой а просто попросите у Бога как это исправлять окей мы продолжаем дальше я проскакиваю я повторяюсь раскрытие величайшее Торы подобно как величайшему раскрытию Авраама Цака и Якова происходит в каких-то маленьких деталях и это должно подсказать каждому из нас что мы должны обращать внимание на какие-то маленькие детали своих жизней мы идем дальше они там говорят фараону отпусти наш народ он говорит а у вас много свободного времени слишком много ребята сидите в интернете я вам дам много работы у вас на интернет сил не отхуй не станет и дают им пятая глава седьмого стиха не давайте впредь народу к соломы для делания кирпичей пускай делают кирпичи кстати здесь есть такая идея что вот евреи построили в Египте эти все пирамиды я не думаю что евреи их строили я думаю что пирамиды это то что осталось от допотопных поколений но евреи достроили города для запасов и для строительства этих городов использовались не мегалиты а глина и солома и из нее формировались кирпичи такие ими строилось короче говоря часто когда мы пытаемся измениться может быть на диету сесть или стать лучше или мы встречаем сопротивление или внутреннее или внешнее вот здесь пример всему этому шестую главу я проскочу вы просто прочитайте ее сами потому что здесь мы видим как одно слово и сказал Господь Бог Моисею 2-3 стих 6 главы я уже говорил про это я являлся я Аврааму Исхаку Якову с именем Эл-Шадай а с именем моим Юдгей не открывался вам я вам только что объяснял это 7 глава Господь сказал Муше смотри я поставил тебя богом фараону а Аарон брат твой будет твоим пророком это очень сложное место для понимания потому что человек не может быть богом но если бог говорит человеку ты можешь быть богом и дает ему на это помазание и все такое то видать оно срабатывает и потом через пару тысяч лет когда во плоти приходит сын божий то господь ему говорит ты будешь богом всем поэтому тут есть очень много о чем разговаривать и на самом деле это не тема этого разговора идем дальше 7 стих 7 главы говорит о годах моше ему 80 а аарону 83 и мы продолжаем дальше не хочу останавливаться на мелких то есть на крупных деталях которые там есть почитайте но здесь начинают входить в функцию принудительная система которой господь бог сокрушает египетскую державу и некоторые задают вопрос как долго происходили все эти 10 казней это столкновение между моше аароном и фараоном и его волшебниками или волхвами колдунами и есть разные даты от 3 месяцев до 12 иногда некоторые больше говорят 10 лет я слышал такое большинство комментаторов склоняются к тому что период действия казни был примерно 10 месяцев ну по месяцу на каждую казнь и все эти вещи были крайне жестоки и они расшатывали что интересно вот такие вещи которые происходят в мире ну когда человеком произведенные как бы можно противостоять а когда не дай бог землетрясение или цунами или 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 селевый поток какой-либо извержение вулкана катастрофа и вот здесь мы видим что господь наводит эпидемию в том числе вот сейчас лучшие умы мира все лаборатории мира работают над решением ковид девятнадцать и с каждым месяцем говорят нам на полгода откладывается еще на полгода вот сделали то что в руках господа человек не в силе противостоять ну есть единственное лекарство если смирится народ мой то я исцелю эту землю я не буду касаться всей этой пасхальной истории или предпасхальной истории но в какой-то момент времени господь говорит в десятой в одиннадцатой главе пойдите попросите у египтян украшений скажите вам это надо поясните им что наверняка им это не вернется это оплата за многие труды это то что у вас выкрали за последнее правление царя и и здесь указываются и сказал муж так говорит господь в полночь я пройду посреди египта и умрет всякий первенец земли египетской это одиннадцатая глава четвертый пятый стих и вот это вот как бы официальное начало слова песах мы двигаемся дальше и в двенадцатой главе мы видим весь этот обряд защиты от действия ангела губителя когда люди заколали ягнят брали их первого ниссана к себе в дом а 14 заколали за 14 дней ты капитально привязываешься к этому игрушечному животному этому маленькому барашку я конечно собака нечистое существо но если у тебя дома собака или кот ты привязываешься к этому существу и тут тебе надо зарезать это явно явная аналогия на то что было между Авраамом и Цхаком и мы как верующие в Ешо понимаем явная аналогия на то что случилось с сыном божьим и его взаимоотношения с творцом который отдал его на жертву и уже не было никаких ангелов которые могли встать посередине и сказать не поднимай меча на сына твоего короче говоря вот произошло поражение первенцев весь Митраем в шоке в тотальном и они говорят евреям уходите и как говорит писание 600 тысяч способных к войне вышли из Египта если это 600 тысяч от 20 до 50 лет то учитывая младших маленьких старших возможно там было 3 миллиона но писание нас немножко путает и мы не до конца понимаем картину вот они вышли и 37 стих 12 главы 38 говорят следующие слова и отправили сына Израилевы из Рамсеса в Сакхоф до 600 тысяч пеших мужчин кроме детей но следующий стих немножко странный и множество разноплеменных людей вышли с ними и мелкий крупный скот стадо весьма большое ну почему много неевреев пошли с евреями я думаю что очень просто когда 10 месяцев подряд во имя бога Авраама Ицхака Яковлева или во имя бога Израилева прессуют какую-то страну и Израиль живет там хоть он как бы защищен внутри но он внутри народа и вокруг разруха а тут Израилю говорят выйди люди наверное сразу истолковывают примерно так опа если до сих пор господь как бы хирургическим скальпелем наказывал Египет за порабощение Израиля то сейчас когда Израиль снаружи это будет просто атомная атака там просто все сметут зачастую и массы наполеменников побежали вместе с Израилем из Египта и что интересно здесь написано множество разноплеменных а на еврите сказано слово эреврав и есть масса комментариев на это выражение эреврав что он из себя представляет и кто это и как и зачем но численно по всей видимости там было столько людей что даже не исчисляли их и наверное их возможно было больше чем евреев а учитывая что Египет в древнем мире это был как сегодня Англия или как Нью-Йорк там как Лондон как Москва то есть как Торонто где живут как Берлин там где масса масса людей иноплеменных разноплеменных то вот вышла из Египта вот такая вот громадина я продолжаю дальше и мы уже в 13 главе вот они выходят оттуда и фараон уже хочет их догнать и как 17 стих 13 главы когда же фараон отпустил народ Бог не повел его по дороге земли филистимской потому что она близка то есть по сути они вышли из Египта поверни налево в сторону Газы и ты уже боэреца муфтахат но почему-то Господь туда не ведет а начинает отводить их правее в сторону Синая те из вас кто знают немножко карту Ближнего Востока можете посмотреть и проследить и задаются вопросом почему прямого ответа нету есть Медраж Медраж рассказывает что до этих дней уже совершился один исход и одна из племен Израилев поднялась и ушла и повернули налево прямо в землю филистимскую ушли раньше времени неподготовленные столкнулись с филистимскими военными отрядами были убиты и их кости лежали до сих пор в напоминании Израилю что тут сделали что-то вроде полезное но не вовремя слово вовремя должно быть понимаемым нами в различных обстоятельствах иногда Бог чего-то хочет от нас и ведет нас к этому но не вовремя Адам наверное не вовремя пошел к дереву познания добра и зла если было вовремя история бы потекла немножко в другом направлении то есть вовремя если бы Йосеф вовремя стал говорить свои сны повзрослевый может быть ему не нужно было проходить через весь ужас 14-летнего рабства в Египте но многое чего мы делаем неправильно или не вовремя и это наша жизнь где мы учимся поэтому давайте не будем унывать продолжать дальше а я еще раз хочу вернуть вас к 18 стиху и обвел бог народ дорогою пустынную к черному или красному морю почему оно красное кстати вот мы были недавно в Элате во время августа и ныряли с очками и там полным полно кораллов ну если ты знаешь где нырять и вот есть кораллы которые красного цвета так вот у берегов Израиля они не такие красные а туда ближе к Синаю там говорят просто красотища я мечтаю поехать когда-нибудь нырнуть с очками и посмотреть то что там делает море красное реально красным но здесь написано и вышли сыны израилевые вооруженные из земли египетской здесь я вам хочу задать маленький вопрос пожалуйста услышьте меня сколько их было готовых к войне 600 тысяч мужчин и здесь написано вышли вооруженные и тогда задаемся вопросом а почему все таки господь повел их окружным путем они повел их сразу в землю филистинскую потому что филистинская земля она состояла из разбросанных княжеств типа царь газы царь герара царя шкелона еще там 5-10 царей неважно каждый городок по 5-10-15 тысяч человек ну 15 тысяч человек городок сколько там воинов тысячи 2-5-10 ну пускай 10 тысяч а здесь 600 тысяч вооруженных воинов да они шапками просто забросают или возможно господь бог опасался что филистинские войска или правители призовут на помощь китайскую армию мы не знаем точно но на тему вышли сыны израилевы вооруженные есть несколько комментариев первый комментарий ну я вам уже сказал который немножко вводит в замешательство но вооруженный на иврите это хамуш и таким же словом обозначается хамуш это пятая часть некоторые комментаторы и мне нравится вот этот комментарий намного больше говорят что не все евреи пошли за муше только пятая часть пошла остальные остались в Египте ассимилировались и исчезли но пошла вот эта пятая часть и именно поэтому они были не вооружены их было просто пятая часть они боялись и они были только что вышедшие как бы из рабства возможно без оружия без ничего уже в нескольких поколениях забывшие что такое держать меч и поэтому господь их повел их окружным путем чтобы народ освободился от этого страха ладно мы идем дальше они подходят к красному морю Моше простирает руку море расступается ветер гонит расступается они идут в страхе в ужасе в этот момент возникает то великое провозглашение которое мы читаем когда народ израиля кричал входящему в ешуа на ослике едущему ешуа в Иерусалиме и кричали гощияна или осана по русски гощияна это спаси нас и тогда вот есть традиция которая говорит что народ израиля шел через воды красного моря и этот возглас народный гощиян они были в ужасе от этих волн которые стояли по обе стороны и вот шли прямо и потом они перешли Моше протянул руку и вода утопила всех египтян которые ринулись за ними они пошли дальше и мы видим диалоги между господом и Моше между Моше и Аароном между ними и старейшинами Израиля и народ начинает получать инструкции подготовки как себя осветить и что день шаббат нужно соблюдать и 17 17 глава говорит они вышли из пустыни Син и стали двигаться в сторону Рафидим это и просили у Моше воду он стучит по скале и течет вода и здесь мы читаем интересно начинается конфликт между дальними родственниками когда на евреев нападают Амалекитяне и Амалек он происходит от Эсава ну который был родным братом Якова то есть здесь наверное уже троюродные четвероюродные братья но все равно это все близкое родство и к сожалению мы видим здесь вот эти вот противопоставления и мы видим как Аарон и Хур они поднимают руки Моше и его позиция праведника поддерживаемая другими праведниками дает легитимацию Богу истреблять Амалека я не хочу вдаваться в эти вещи подробно 18 глава и услышал и Трой Леофор священник Мадиамский тесть Моше что сделал Бог для мужей и народа взял жену и детей и пришел а вроде же они шли сепфора и дети шли вместе с мужей на задание по всей видимости встретивший их Аарон сказал послушай если Паро захватит твою жену и детей то они будут в заложниках и у него будет сильнейший ключ для того чтобы манипулировать тобою поэтому оставь их в том месте здесь я хочу сделать маленький комментарий по поводу записанного в Коринфинах когда апостол Павел про которого говорят что он да имел жену но по всей видимости когда его Господь призвал в Дамаске служить ушел на 14 лет а по еврейским понятиям 6 месяцев год если муж не объявляется дома то жена его свободна то есть он как бы потерял супругу некоторые говорят он не имел супругу и поэтому он как бы давал такое постановление лучше не жениться на самом деле в Талмуде есть такие истории когда один из раввинов дает комментарий на ситуацию после разрушения Иерусалимского храма и говорит сейчас время опасное римляне нас прессуют лучше человеку не жениться и не заводить детей подразумевается не вообще а вот именно конкретно в этот период времени и по всей видимости там где апостол Павел давал такую же рекомендацию верующим возможно это было время особенных гонений когда это было бы просто ну как бы инструментом в руках врагов подобно как ситуация с Моше Сипфора и их двумя детьми но здесь мы видим что опасность уже миновала и Итро берет Ципору и двоих детей Моше и приводит к ним Моше с радостью встречает Итро Итро очень умный человек он священник Мадиамский но некоторые говорят я здесь не утверждаю что это абсолютно так священник Мадиама был и царем Мадиама или судьей Мадиама то есть человек управленец он дает Моше который сам не кисло различает что такое там в Египте управлять или в какой-то области здесь он получает получает инструкцию или советы как лучше управлять народом чтобы не сгореть на работе и 19 глава нам уже показывает как народ Израиля приближается к горе Синай и я читал сегодня уже эти же самые стихи только из послания к евреям 12 глава а здесь 19 глава 18-19 стих гора же Синай вся дымилась от того что Господь сошел на нее в огне восходил от нее дым и звук трубный становился сильнее и сильнее вы знаете вот мы сейчас в праздник труб приблизились и через несколько дней он будет и что интересно в новой традиции праздник труб связывают чаще всего с овном которого заколол вместо Ицхака Авраам на горе Моря из его рога сделал шофар и вот типа вспоминания того трубного звука если мы читаем книгу юбилеев то жертвоприношение Ицхака случилось примерно в пасхальные события то есть это примерно за полгода до праздника труб поэтому более объективно все-таки вспоминать праздник труб как вот этот момент истории когда господь дал повеление и небесный шафар начал сотрясать все это все предшествовало дарованию торы дарование торы что это такое еще раз повторюсь это когда народ который до этого составляли двенадцать не во всем дружных колен который стал значительным по числу вдруг принимает на себя божие повеления некоторые и я соглашаюсь с этим взглядом когда говорят это во второзаконии больше написано не только они вот эти вот шестьсот тысяч но и все души израиля то есть те потенциально еще не родившиеся но у бога имеющиеся души израиля присутствуют я не говорю не верю в инкарнацию ни в коей мере но все эти души израиля которые должны были в поколениях родиться уже там слышали эту тору и от начала предназначались к тому чтобы стать проводниками божьего царства в этот мир раскрытие чего-то вселенского значительно более масштабного чем то что случилось в дни авраама и когда я говорю что второе падение человечества в дни ноя когда потоп пришел и разрушил гармонию или влияние человечества на творение здесь когда народ израиля получает то что он мог понять тору но становится участниками этого завета этой торы он становится влияющим на какие-то непонятные и понятные допустим на просветительский уровень для разных людей но и на непонятные уровни творения когда вот этот божий свет источаем из торы может накрывать землю и творение пораженное вот этим нарушенным гармонии в творении ну короче у меня не хватает слов чтобы это все объяснить но идею вы понимаете народ становится инструментом какие-то дрязги какие-то обстоятельства это все как бы уходит уплывает но тут возникает этот шаббат я помню я был на военных сборах в Израиле и там вместе со мной был один имкипас руга ну это поселенческое это и он был директор религиозной одной школы и мы разговорились о заповедях и я ему говорю ну вот как понять что в одном и том же списке есть такие заповеди как день шаббат соблюди и не убей ну как бы ты же видишь ну как бы чисто по реакции ну нарушил человек шаббат ну нарушил смотрите о соблюдении шаббата есть самые разные понятия я сейчас ни в коем случае не говорю о раввинистическом я говорю о библейском понимании шаббата но как бы ну нарушил шаббата тут убей человеческую жизнь и он сказал очень интересный пример до сих пор врезался ко мне в память и я пользуюсь этим примером он говорит когда плывет айсберг обычно мы видим только его вершину там под водой огромная глыба льда которую мы даже не видим из-за тьмы воды так вот он говорит любая заповедь мы понимаем только ее вершок и можем истолковать только вершок там под ним есть такая глыба духовной сущности которая только господу богу ведома но когда мы пытаемся блюсти по мере того как мы понимаем то чего достигли в том и пребывайте говорит Рав Шауль то мы по сути раскрываем это действие торы в мир чтобы исцеление тех ран человеческих чтобы пришло то о чем молился Иешуа да будет воля твоя на земле то есть сейчас и так конечно в громадном в общем плане бог он только один рулер он только один лидер и повелитель всего но мы видим сколько всего гнилого происходит на земле мы даже видим это в наших окружениях в людях в местах где казалось бы должна быть святость но мы видим там не то мы видим это в политических структурах и мы иногда огорчены вот тление туда зашло все таки если мы соблюдаем то к чему господь нас призвал истинно мы его ученики и благоухание машех распространяется я хочу закончить сегодня и хочу помолиться прошу тебя господи помоги нам быть участниками твоего слова пусть твое слово растворяется в наших сердцах я прошу тебя господь чтобы в эти дни зихрон гатруа роша шана или праздник труб мы могли слышать голос шафара сами быть голосом шафара не важно где мы живем в израиле вне израиля евреи или не евреи главное что в ешуа мы все твои прошу тебя господь дай нам твою полноту башем ешуа машех амен и пусть бог благословит всех вас хак самех машех и машех